Всем привет из города Енисейска. Меня зовут Ольга. Продолжаем наши прогулки по городу. Это улица Фефелова. Тоже большая улица. Она идет параллельно главной улице. Улица Ленина. Но в отличие от улицы Ленина, она такая уже как будто в глубинке. То есть тут днем как бы движение есть, но в основном машины. Пешеходы здесь ходят редко. Она в принципе ничем не отличается от других улиц, которые я показывала. Ну, наверное, отличается тем, что здесь есть тротуар. И то только с одной стороны. Ну и вот начинается вот с такой двухэтажки. И вот такого заброшенного домика. Вон там дети играют. Тут уже прекрасные сайтинговые заборы. Ну, все как мы любим. Тут какие-то работы ведут. Что-то копают. У нас наконец-то потеплело и расцвела черемуха. Черемухи в городе очень много, поэтому запах просто фантастический. Мои любимые домики. Есть еще вот такие. У нас... О, счетчики. У нас так все очень неоднородно. Это такой, ну, наверное, местный колорит. Вот деревянный домик полностью. А вот рядом за ним начинаются уже вот эти железные ужасные ворота. А вот это вот странное сооружение коричневого цвета. Ну, здесь приятно все-таки. Все равно тут приятно прогуляться именно вечером. Днем шумновато. Таким машин много. Раньше был такой тихий-тихий город. Можно было переходить улицу, где захочешь в любое время. А сейчас вот только по вечерам. Вот уже домишки такие уже в землю ушли. Вот эта улица с этой стороны напоминает промзону. Так, идешь все эти мимо железных ворот, железных заборов. Все какое-то, ну, не знаю. Я стараюсь уже не обращать внимания. Просто обращать удовольствие от погоды. Если погода хорошая, и по сторонам не смотреть. Ну, вот надо смотреть под ноги, потому что ямы попадаются. Летом вся эта трава брастет, поскольку коров у нас остались считанные единицы. То она будет, тут все будет вот такое в траве. Этот дом продается уже, не знаю, сколько времени. А это его сосед. Вот. А вон там ничего нету. Вот так примерно выглядит. Праздник поставили указатели. Как будто здесь гуляют туристы. Вот там музей. Не видно, какой собор. Ну, в общем, они по всему городу. Теперь точно не ошибешься. Пешеходный переход. Вот. Вот. Вот такое вот тоже бывает. Под ноги надо смотреть. По сторонам можно не смотреть, а вот под ноги обязательно. Вон там дорога на стадион. Я как-то уже все это показывала. Я туда ходила. Ну, так, да, немножко печальненько, конечно. Не хватает тут какого-то, ну, единства, что ли, архитектурного. Какой-то эстетики. Вот. Эстетики не хватает. Ну, тут еще один деревянный. Ладно, дом. А вон там стадион. Вон синенький. Вон еще один заброшенный. Здесь таких много. А вот этот тоже брошенный. Я не знаю, что с ними будут делать. Они как бы никому не нужны. Вон еще один. Здесь вот достаточно много таких домов. Вот какой-то старенький совсем. Там какой-то еще живет. Ну, конечно, железный забор. Куда же без него? Здесь сохранились еще вот такие интересные экземпляры. Даже с настоящими воротами. Не с сайкинговыми. С такими полисадничками. Вот. Даже с оставными. Вот я вот, наверное, об этой эстетике говорю. Потому что это... Ну, для провинциального города, это достаточно эстетично, на мой взгляд. Не бывает они. Что-нибудь такое вот. Полисадничек, в котором ничего нет вообще. Там бетон. Или вот такой домик. Ну, тут такой домик, конечно, совсем требующий ремонта. А вот это... Это дикая яблоня или ранетка. Когда она цветет, тут совершенно потрясающий вид. Вот на фоне этого домика. Замечательно смотрится. Черемуха. Да, я говорю, ее в городе полно запах. Просто сногсшибательный. Ну, вот куда же без этого. Я надеюсь, когда-нибудь узнать имя гения, который он настроил в центре вот таких домов. Вот с этими сараями. Вот с этими ужасными дворами. Ну, здесь красиво. Там так идешь, между деревьями и домами. Кто-то себе захотел большие окна в дом. А это... А это остановка. Да. Тут иногда стоят люди. И так вот непонятно, зачем они стоят, но сюда подходит автобус. Да. А вон еще один домишко заброшенный. Полно машин. Полно машин. Это же ужасно. Это ужасно. Вон дом с красной крышей. Такой сайкинг типа под дерево. Но он еще хуже, чем обычный. Вот еще один железный забор. Да, вот это место, я говорю, как по промзоне идешь. Ужасно, ужасно. Никакой эстетики. Никаких представлений о прекрасном. Люди вроде уже ездят. Многие были за границей. Многие там в старинных городах в России видели, как это может быть. Нет, все равно. Надо уже перестать вообще к этому как-то относиться. Просто воспринимать как есть. Потому что нервов на это не хватает. Ну вот что это такое? Ну что это такое? Ну или вот. Ну или вот. Сейчас покажу. Тут в конце улицы есть такой странный домик. Тут был большой. Там был большой дом. Его снесли. И в глубине участка остался такой малюсенький домишко. Там тоже кто-то живет. А вот тут вроде как шторки висят. Мы тут делали ремонт. Но непонятно. Скосили. Вот этот весь ужас. Какие-то вот сухостоя эти вот чертополохи огромные. Скосили. Уже хорошо. Вот остались ворота. Вон там полисадник упал. Не знаю, будут ли они там что-то строить или нет. Сейчас покажу. Вот. Это живой дом. Вот он такой маленький-маленький. Это вот фундамент дома остался. Он еще недавно. Еще недавно здесь был дом нормальный. Этот заборчик был целый. Все. Закончилась улица Фефелова. Вот это уже улица Ванеева. Ну, тут, в принципе, тоже то же самое. Может, как-нибудь ее в другой раз покажу. В общем, вот. Такой симпатичный вид. Это, по-моему, сирень. Вот. Ну, вот такая улица Фефелова. Вот такая у нас прогулка небольшая. А на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.